Линк, всё в твоих руках. Ты наша последняя надежда. Последняя. Принцессу зовут Зельда. Она моя дочь. А ты, Линк, рыцарь, который защищал её до самого конца. Смертельно раненого тебя принесли в святилище на этом плато. Ты спал. И вот сто лет спустя ты, наконец, проснулся и снова готов принять бой. Голос, который ты слышал после пробуждения, принадлежит принцессе, моя дочь. Всё это время она сдерживает Ганнона в замке Хайрул, бьётся из последних сил. И силы. Силы её уже на исходе. Она не сможет долго сдерживать этого монстра. Если он вырвется на свободу, этому миру придёт конец. Линк, я не смог защитить своё королевство и не могу приказывать. Поэтому я прошу тебя, спаси Зельду и мой народ. Отдалее этого злодея Ганнона. И ещё. Ганнон по-прежнему контролирует чудищ. А окрестности замка Хайрул охраняют многочисленные стражи. Идти в замок прямо сейчас было бы неразумным решением. Для начала советую посетить одну деревню к востоку отсюда. Она называется Кокорико. Там живёт одна мудрая женщина Импа. Спроси у неё, что делать дальше. На твоём камне Шика отмечено место, где находится эта деревня. Иди к горам-близнецам. Как пройдёшь между ними, держись дороги на север. Как и обещал, вручаю тебе планер. Ёшки-матрёшки, да неужели? Планер. Приспособление для безопасного спуска с большой высоты. Шикарно. Дедуль, ты просто прекрасен. Заброшенная плата выполнена. На нём ты сможешь безопасно спуститься с этого плата. Я рассказал тебе всё, что мог. Линк, ты должен спасти Хайрул. Уничтожить Ганана. Новая цель. Встреча с Импой. Новая цель. Капец, вот эта история захватывающая. Давай, открываем сундук. Боевой лук, ты посмотри, какой он шикарный. Очень мощный. Ну что, давай попробуем наш параплан. Честно, я даже не знаю, если я сейчас прыгну, у меня параплан распустится. Не, как ты думаешь? Пробуем ещё раз. Разбег. Прыжок. Параплан. Огонь. Круто. Ю-ху. Мы теперь летаем с тобой. Ну что, теперь наш путь лежит к этим горам-близнецам. Решил искупаться в маленьком пруду. Нашёл там сундук. На удивление, помимо сундука, в этом маленьком пруду ещё водилась рыба. Загнал рыбу в угол. И попробовал поймать её. Хайрульский окунь. Выбравшись на берег, решил доставать сундук. Но случайно скастовал не то заклинание. Подумал, а что если я кину эту гранату в пруд? Оглушится ли последняя рыба от взрыва? И рыба оглушилась. Даже удочка не понадобилась. Пришло время вытащить этот сундук из этого пруда. Сундук был тяжеленный. Наверняка в нём что-то ценное. Открыв его, я чертовски разочаровался. Янтарь, чтоб меня. Продолжив путешествие по плата, я наткнулся на ещё одного работающего робота. Мне чертовски не хотелось с ним сражаться. Слишком долго его убивать. Поэтому я решил сбежать. Но робот оказался читерским и прострелил меня через стену. Возмущению моему не был пределом. Почитав комментарии, решил выдвинуться к дому старика. Поговаривают, что он оставил нам подарок напоследок. И действительно так оно и было. Огроменный сундук стоял посреди дома. И как ты думаешь, что в нём оказалось? Тёплый дуплет, который он обещал за вкусный и хрустящий микс. Решил почитать ещё раз дневник. Мало ли, вдруг появились новые записи. Линк, теперь ты знаешь, кто я на самом деле. Прости, что сразу не сказал. Но тебе нужно было прийти в себя после долгого сна жизни. А из меня мог бы получиться неплохой актёр. Правда? Ладно, хватит шуток. Прошу. Победи бедствие Гонана. И спаси мою Зельду. Я знаю. Будет сложно. Но ты справишься. Я в этом ничуть не сомневаюсь. Твои глаза так же светятся храбростью, как и сто лет назад. И вот ещё что. Я оставил здесь тёплый дуплет. Надеюсь, он тебе пригодится. Конечно, от холода может спасти и еда, и огонь. Но одежда всё-таки удобнее. Будь осторожен. И помни, что всё в твоих руках. Ну что могла сказать? Спасибо деду за подгон. Теперь в зимнем биоме я могу ходить в тёплой одежде. И не замёрзну. Решил сразу туда забежать и протестировать одежду. На вид выглядела, как обычная тряпичная рубаха. Наверняка без магии не обошлось. Несмотря на то, что рубаха была довольно тонкая, в зимнем биоме я себя чувствовал довольно уютно. Снова увидел этот плод. И подумал, что наверняка он стоит там неспроста. И вдруг заметил вредящий сундук. Ну-ка, что же там? Не-не-не-не-не-не. Ну хватит мне янтарь в сундуке подкладывать. Ладно, с сундуком разобрались. Нужно придумать, как попасть на плод. Течение речки очень быстрое. Переплыть мне никак не получится. Был план. А что, если мы попадём на этот плод по воздуху? Зайдя на борт нашего плавучего плота, нужно было придумать, как заставить его двигаться. Сразу на ум пришли комментарии с прошлого видео, где говорили, что при помощи огроменного листа от дерева можно раздувать паруса. Что ж, попробуем. Комментарии не лгали, и действительно лист может сдвинуть плод. Единственное, с первой попытки я довольно сильно утомился. Решил прикладывать меньше сил. И всё пошло как по маслу. Всячески пытался припарковать этот плод, но, к сожалению, ничего не выходило. Речка уносила его. Ну а пока я наблюдал за ним, здесь появились ледяные слизни и скелеты. На самом деле, эти скелеты очень безобидны. Даже, я бы сказал, дружелюбны. Достаточно взять их череп в руки и поиграть в футбол. Всегда было любопытно, как тело находит свою голову без головы. В конечном итоге, все были отправлены в речку. За водопадом была скрытая пещера, в которой стояли три сундука. В первом сундуке попался неплохой лук. В других стрелы для него. Направившись в сторону двух гор, заметил небольшой лагерь свинот, который гоняли кабана. Пока они были увлечены, и решил подкинуть им гранату. Случайненько активировал ее. Но свинам было пофиг. Они были настолько увлечены кабаном, что даже не заметили меня. Попытка номер два. Граната залетела прямо под вышку. Но это ничем не помогло. Свиньи меня заметили. Пришлось использовать старый добрый лук. Рядом с лагерем свиней было огромное поваленное дерево. Решил сходить и посмотреть, что же там. Заглянув внутрь, заметил странный цветок. Пойду-ка, думаю, соберу я его. Но не тут-то было. Что за фокус и покусы, я подумал. Этот цветок вдруг оказался позади меня. Я уж начал подумывать, а не ловушка ли это. Любопытству моему не было предела. Я решил, что бы то ни было, разобраться с этим цветком. Достал лук и попробовал его атаковать. Стрелы его не берут. Тогда попробуем гранатой. Цветку было все равно. Ни на какие физические действия он не обращал внимания. Я решил к нему подкрасться. Ура! Ты нашел меня? Что за чудо-юдо? Ой, я думал, ты эсту. Вот так сюрприз. Значит, ты меня видишь, да? Я Корк. Лесной дух. Кстати, если встретишь эсту, отдай ему вот это. Маленький подарок Корка. Пахнет необычно. Возможно, есть смысл собрать как можно больше таких семечек. Мои друзья прячутся повсюду. Увидишь какое-нибудь подозрительное место, хорошенько его осмотри. Вот так сюрприз. Лесные щедрые духи. Нашел ценные грибы на горах. Что ж, пришлось за ними полазить. А когда лазить надоело, в ход пошел лук. Собрав грибы, заметил в кустах небольшую птицу. Решил ее подстрелить. Будет чем поужинать. Но я не учел один фактор. Рядом были свиньи. Они очень быстро подбежали к моей добыче и сожрали ее. И ели эти свинот так вкусно, что пришлось их тоже подстрелить. К сожалению, от птичьего филе ничего уже не осталось. Как говорится, лень двигать прогрессом. Например, когда тебе лениво собирать яблоки с дерева, можно просто дерево подорвать. Осмотрев все плата вдоль и поперек, я решил выбираться с него. Теперь мой путь лежал именно в сторону двух гор близнецов, чтобы встретить там женщину, которая расскажет, что делать дальше. А полет на параплане намечался быть длительным. Руки устали держаться. Пришлось спрыгивать. Королевство Хайрул. Ну, наконец-то, мы покинули плата. Расслабляться было рано. На каждом шагу поджидали какие-то ловушки. А вместо свиней меня встретили огромные гигантские быки. Вначале я подумал, что это свиньи, просто они мутировали, но нос этого существа нарыло никак не похоже. Оно было такое длинное. Решил подкрасться к нему и посмотреть поближе, пока крался заметил знаки, но не понял, что на них написано. Какие-то корякули. Вблизи это существо выглядело еще ужаснее и намного больше, чем я. Попробовал его подорвать и понял, что существо это довольно живучие. Сперва я хотел убежать от него, ведь его дубинка размером с меня. Но хэдшоты никто не отменял. Оказалось, что не такой он уж и грозный. Но одно мне было непонятно, почему гранаты на него так слабо действуют. В принципе, я уснил для себя одну важную вещь. В ближнем бою лучше с этими монстрами не тягаться. Порывшись в останках этого монстра, я понял, что это моблин. Если свиней заводут бог гоблинов, то это моблины. Подобрав дубинку моблина, в моих руках она выглядела не так массивно и грозно. Несмотря на то, что дубинка довольно мощная, она очень хрупкая и быстро ломается. Что мы только с тобой не делали с этими свинотами. И мы с тобой прекрасно знаем, что сообразительностью они не блещут. Вот и на этот раз я подтвердил этот факт, подкинув им гранату. Чтобы они не поняли откуда она прилетела, нужно спрятаться. Когда свиньи увидели гранату, они начали играть футбол. Ну а глава свинного отряда решил просто показать свои сверхспособности и пробежать через огонь. Пока поднимал камни в поисках не знаю чего, чего я там хотел найти, увидел лежащий на земле зеленой рупи. Поговариваю, что это очень ценная вещь. Мост Оуэллен. Когда я сходил с моста, я заметил горного козла. Ну и еще странное какое-то существо. Конечно же меня больше всего интересовал козел. Хотел его приручить и поскакать в дальние края, но он от меня убежал. А вот это растение напоминало мне лесного духа. Я решил проверить, он лезон. Но когда он выпрыгнул на духа, он был точно не похож. Нужно было в срочном порядке разобраться, что это за существо. Но когда я подбежал с мечом, пошел его выковыривать. Существо было похоже на наземного осьминога. В принципе я почти был прав. Существо это называется осьминоз. А зоб его довольно полезная вещичка, напоминает воздушный шарик с гелием, которому если что-то привязать, поднимет воздух. Решил это проверить и прикрепил к нему желудь. И все полетело. Желудь отправился в дальние странствия. Но конечно отпустить я его не смог, а шарик лопнул. Бродя по лесу в поисках еды, наткнулся на удивительное существо. Как обычно, первым делом я подумал, что это дух лесной, но больше это смахивало на какого-то светящегося зверька. То ли сова, то ли заяц. Схватить его, к сожалению, у меня не получилось. Снова встретил козла. В этот раз я решил взять в руки хайрулею, ну это все-таки трава, а козлы едят траву, и попробовать его приманить и как-нибудь с ним сдружиться, я не знаю. Когда козел меня заметил, он дал мне пинка под зад. Ну что сказать, истинный козлина. Как только вышел из леса, сразу наткнулся на странный пень с камнем, причем камень был прикован цепью к этому пню. Здесь явно что-то не так. Включив магнит, я увидел, что камень можно примагнитить. Оказалось, он сделан из железа. Закинув камень внутрь пня, я встретил еще одного маленького друга. Ура! Ты меня нашел! Пока-пока. Правда, в этот раз диалог был не слишком длинным. Бежал я, значит, бежал по полю и увидел, знаешь, кого? Свина! Да не простого, а на коне. Свин на коне, да еще и с пикой. Где такое видано вообще? Опс, кажется, нас спалили. Так, он бежит сюда. Нужно скинуть его с лошади. Черт, лук сломался, лошадь, стой, стой, я тебя оседлаю! О, господи, я оседлал лошадь! Теперь я на коне! Правда, свинок на лошадях было двое, и разобраться с этим конским управлением у меня не получалось. Конь мой не хотел бежать, и чувствовал я себя чертовски неуверенно. Посему и отхватил леща. И почему-то начал кататься по траве. Но, как только я разобрался с управлением, мстя была моя ужасна. Всех коней и лошадей освободил от свиного груза. Ну, что могу сказать? Мы проделали довольно длинный путь, и почти на полпути к горам-близнецам, где мы должны встретиться с импой. Не знаю, честно, девочка это не мальчик, но узнаем мы это уже в следующей серии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА